друзья сегодня четверг вы на канале алекс дозор а это значит что у нас видео посвященное аудио аксессуаром сегодня будем говорить об одних наверное из самых дорогих амбушюр это амбушюры от пентакон карьер эл элоэ ну то есть алюминиевые с алюминиевой вставкой но прежде вы конечно же знаете но я хочу подчеркнуть что я очень сильно вам друзья благодарен я вас приветствую на своем канале и спасибо вам большое за вашу поддержку лайки подписки и комментарии это действительно нужно моему каналу и дорого для меня вот спасибо огромное за эту вашу поддержку вот этих вот людей хочется поблагодарить за помощь создание контента это спонсоры канала и люди которые помогают донатом те люди которые присылают какие-то вещи для того чтобы я мог с ними ознакомиться и потом ознакомить вас в своих видео в своих видео впечатлениях именно так и я называю творчество на своем канале потому что я не считаю вы канал каким-то техническим чисто обзорным еще чем-то это мой личный аудиоблог где я прослушал что-то использую вам что-то потом делюсь со своими своими впечатлениями от этого использования и так друзья но у меня уже когда-то на канале были амбушюры от пентакон карьер брат они с латунивой вставкой тоже они стоят достаточно дорого примерно 1000 гривен сейчас на момент распродажи снимается этот ролик на ли на ли идет распродажи стоит они 18 долларов 750 гривен это конкретно вот эти вот с алюминием которые я купил эти же мы брали вдвоем с викам тоже на какой-то из распродаж то ли пятница черная то ли 11 11 скорее всего черная пятница и там они обошлись в 600 чем-то гривен но на старте продаж я взял их за 500 гривен то 500 с копейками они стоили вот я не собирался их брать не забирался их брать потому что у меня уже были эти и когда появились вот идет с алюминиевой вставкой мне пришло две мысли во первых пришло пришла такая мысль о том что компания пентакон со своим подразделением карьер амбушюрным подразделением карьер видать мало решили что мало накосили бабла на амбушюрах с латунивой вставкой вот и решили выпустить амбушюры еще из алюминию с алюминиевой вставкой вот то есть ну для тех людей понимаете что скорее всего что эти амбушюры купят те кто по уже купил вот эти вот и вообще стоит ли это делать вот если возникает такой вопрос я сегодня попытаюсь на него ответить вернее отвечать я вам не буду стоит ли их покупать или не стоит вывод вы сделаете сами а я все-таки расскажу вам какое между ними различия в звуке если она вообще и то есть если вам это будет нужно тогда вы сможете их приобрести если же не нужно то я надеюсь как бы уберечь вас от лишних трат вот так вот посетила меня вот эта мысль ну то есть чтобы чисто вообще из абсолютно алчных побуждений вышла еще дополнительно это вот моделька не собирался ее покупать но артем маестренко тоже друг канала привет привет тебе артем вот благодаря нему я ему я их взял потому что я возьму по-любому вот они тут всего лишь за 500 ривен потом они будут по тысяче и я вот это вот его наслушался думаю ну а почему бы и нет почему бы нет почему бы не снять этот ролик и уже не расставить все точки над и и не решить что мол то есть стоит их покупать если уже у вас есть эти не стоит какая разница между ними и сделала сейчас прежде чем начать хочу вам сказать что ну ссылка где я покупал будет в описании к этому видео там же друзья инста facebook пару чатиков телеги не моих меня там просто можно найти если что и написать мне в личку вот есть еще и instagram канал для постпродаж после того как я уже там сделал обзор из того что я купил вот и чтобы вернуть деньги купить что-то новое я там это разумеется продаю и вы можете зайти и таким образом тоже продонатить на канал помочь каналу продвигаться дальше и освободить мне полки и руки для того чтобы смог купить что-то следующее вот спасибо всем большое кто помогает и таким образом вот друзья так вот если вы берете пару одну она приезжает вот в такой коробку если вы будете брать две пары то приедут она в чем-то вот таком только будет здесь вот совершенно другая надпись не браз а л л и алюминий что означает смотрите как это выглядит в этой коробочке вот две пары вот так ну так красивее так как-то эффектней а так дешевле получается но опять таки если брать две пары обычно получается никак не по каким-то распродажам сайлом а когда они так по по полной цене вот то все равно получается дешевле взять две пары выгоднее выйдет чем одну но если в на двоих примеру вы будете брать если вас один размер с человеком сожалению только один размер вот так вот в коробочке предлагается видите две пары одного размера это пусть лежит амбушюрки я вытяну смотрите первое мнение ну вот чисто визуальное у нас с артёмом совпало но не являлась правильным во первых показалось что вставка здесь меньше но это чисто показалось вообще не здесь одинаковые за того что здесь светлое а здесь темная вот я думаю видно сейчас прекрасно что они одинаковые а вот так вот если вот на расстоянии отвести то кажется что версии с латуневой вставкой все таки все таки вот длиннее получается вот это вот вставка кстати я когда где снял видео про браз мне написали почему ты их не вывернул не показал как они выглядят вывернутом состоянии здесь вот все вот в резине голая она только внутри этого стану по-другому бы это было бы невозможно реализовать да ну давайте и эту выверну чтобы кому интересно было могли взглянуть но друзья поэтому в этом оказалось первое мнение обманчиво ну и второе непонятно зачем они алюминий покрасили в черный цвет допустим мысли бы здесь был бы белый алюминиевый цвет это было бы ну прикольнее как по мне металл он все-таки выглядит благородно чем какая-то черная краска благороднее вот и это немножечко отбивала от покупки вот такие вот мысли вот ну а по звуку артем это самое но с одних наушников на другие ну а артем не любит скажем так как скрупулезно там взять быстренько переключаться перед не с кабелями так и раз он любит одеть понравилось не понравилось и пользоваться это ну примерно вроде горит звучат одинаково ну а я друзья запарился как вы видите запарился вот затарился запарился и решил произвести уже такое плотное приплотное сравнение все-таки очень очень любопытно если разница и насколько она есть и только из-за этого они покупались вот еще начал прослушивать с арти r6 в этот вторник вы видели про них видео интересные бюджетные наушники да я понимаю что эти амбушюры стоят столько же сколько эти наушники но просто я решил на них послушать эти амбушюрки вот и первое что я выхватил я кстати готовился к тому что будут вы че другие вот что я сначала вам скажу а потом скажу что я первое выхватил во время смены этих амбушюр я думал что на карьер браз более звонки будут вы чем они туда так звонки протяженные ну вот классно все звенящие здесь прямо резонирует как получается как дополнительная акустическая камера и вот очень хорошо это подчеркивает раскрывает удлиняет после звуча подводит увеличительное стекло к вы че очень классно это влияет на вы че очень звонко мне при этим амбушюры и понравились а вот и я думал что вот здесь из-за того что это будет алюминий на вставке что вы чем будут не такие звонки потому что мы были скажем так у людей нарекания что слишком яркие по вы в че получаются с этими амбушюрами но и я подумал что кирилл ну просто вот как бы поставить алюминий и вы че чуть сгладятся не будут станут менее яркими но я опять-таки ошибся в своих мыслях своих рассуждениях одно дело рассуждать чисто теоретически влияют ли кабеля на звук не влияет одно дело взять и послушать и разница будет ну то есть налицо во время того когда ты размышляешь разницы нет максимум стимулируется кора головного мозга да вот а минимум просто ты уходишь в мир воображений предположений и прочего вот а при прямом сравнении уже тогда понимаешь потом меня часто критикуют говорят что я как бы всех обманываю и кабели на звук не влияют да много чего говорят говорили что и усилительно на звук не влияют были такие после выхода ролика у сталкера на канале о том что там и дешевые и эти самые волшебная таблетка для меломана как-то так называлась усилители дешевые дорогие звучат одинаково и мне писали тоже как бы разницы в этом нет ну это скажем так теоретики и практики это совершенно разные люди у них совершенно разный склад ума ладно немножечко от от это самое лирически отступил возвращаемся героем нашего сегодняшнего видео так вот все что я вот это вот думал все что мне казалось оказалось все что казалось за когда кажется креститься надо когда крестишься еще больше кажется вот поэтому что я себе надумал и напридумывал в результате я получил совершенно другую картинку и так давайте начну я когда еще на арте r6 поставил так просто по приколу думаю интересно будет ли разница между этими этими и перехожу с а тут нормальные очень есть и звон на вы че есть и легкая сыпучесть на вы че в обзоре я об этом говорил и я переставляю думаю сейчас вот не так будет сыпать на вы чем 2 2 звука скажем так первый звук вы через здесь звон а потом начинается сыпучесть вот думаю не так будет вот это вот все дело сейчас под под зажмет насколько я удивился когда по вы чем все осталось ровно также как и нам карьер браз ну для меня лично я делюсь с вами только на данный момент только своими впечатлениями которые я получил от сравнения данных амбушюр ну так что же изменилось не тяни кота за причинное место а изменилось то что вся подача наушников давай че стала чуть-чуть мягче чуть атмосфернее чуть насыщеннее то чего я как раз не ожидал я думал что алюминий повлияет на в че а он повлиял именно на а всю остальную подачу не стал так вот чуть 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 теплей чуть насыщеннее чуть округли на гитарках чуть больше появилась жирка и как то так вот ну скажем так более сглаженная более музыкальная и чуть 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 вот более глубокая получилась подача на каплю это не сильно это ну вот пять процентов больше я не дам может даже 4 вот ну разница но она чувствительна друзья и для кого это важно кому нужно вот более такой вот сглаженную более атмосферную я бы сказал подачу вот тому все же я вот рекомендую карьер вот эти вот новые с алюминиевой вставкой но кому нравится такая более яркая более светлая детальная широкая подача вот чуть-чуть ширины стала вот меньше тут этими вот с алюминиевой вставкой на каплю там на процентишка какой-то на два про на совсем вот незначительно но чуть меньше все-таки ощущается что чуть меньше но зато как бы атмосфер не теплей насыщеннее гуще звук стал вот него урон какой-то детальности ну вроде как вот на r6 от арти это произошло я думаю ладно дальше перехожу кин хай фай п 1 макс 2 наконец-то я до них добрался уже в скором времени будет видео в этот вторник будет про трен кирин а сразу после него в следующий вторник уже про большую панду 2 будет видео и вот начинаю уже прогревать начинаю слушать думаю как же на них будет но такой легкий спойлер тоже панда чуть как бы атмосфер не первая первая панда была такая но это это нейтральная скажем так более насыщенная далеко не уходить в описание звука панды не уйти муж они еще не прогреты они одну ночь грелись буквально им этого конкретно мало вот надо 200 часов будет прогреть до того как я уже смогу окончательно сделать выводы по их звучанию ну вот сейчас как бы они такие атмосферные и более плотные вот чем первая панда и я ну то есть как бы думаю ну на с алюминиевой вставкой будет наверное не очень то есть выводы я сделал уже то партии р-6 да как они звучат думаю ну будет наверное лучше у нас латуневая вставка тоже начинаю слушать на латуневой ну все так да подсобирается чуть чуть шире чуть более прозрачно чуть ну так не то чтобы чуть звонче но более скажем так уходом в ширину и более вот звоны так резонируют вот на на фоне того что скажем так чуть светлее получается подача нету вот этого вот теплого насыщения как на этих думаю вот на этих наверное ну то есть эти больше подойдут но тут же меняю на вот эти вот с алюминиевой вставкой и друзья мне начинает больше нравится как бы объем чуть-чуть увеличивается атмосфера чуть прорисовывается я такой как вы знаете как начинаю попадать в мир полноразмерных наушников вроде сижу во внутриканалках вроде и я такой а вот тут вот более в ширину в панораму ну то есть но были как плоская получается подача опять-таки это все буквально там в районе 5 процентов ощущения это не критично это не там будут вообще чтобы небо и земля это все происходит в районе вот разница 5-4 там процента ну не больше семи ни в коем случае но заметно то есть здесь атмосфер не и мне значит а по идее бы да то есть как бы чтобы высветлить мне панду вторую захотелось бы поставить бы вот ну карьер брас так я так и думал так и поставил их первыми вот ставлю эти и мне нравится больше для меня это тоже таким каким-то открытием удивлением было ну такое видео прямо вот сплошные сплошные открытия все вот не так я себе представлял реально все не так как я думал как оно будет выглядеть и вот на вот этих вот мне начинает нравиться больше потому что звук получается объемней потому что вот как прям вот очень похоже на большие на накладные наушники на вот именно вот там где-то гитара здесь где-то барабаны вот как бы не в одну линию а прямо вот чуть четко в объеме пространстве просто расставлено эшелонирование и эти наушники вот кого эти амбушюры к этому добавляют а эти пытаются больше вытянуть подачу больше детали подсветить светлее сделать вот и ну я думал что будет лучше с ними оказалось все же мне понравилось больше с алюминиевой вставкой ну и фениксы тут тоже вот а кстати чтобы вы не кинулись все покупать к пандам что корпуса одинаковые что у первых что у вторых пан чтобы вы не кинулись покупать все амбушюры к этим наушникам звучат с ними классно но есть вот такой нюанс здесь они держатся плохо здесь а стану у меня несколько раз оставляли остались в ухе амбушюры то есть вроде бы хорошо вроде бы нормально вот ну посмотрите все замечательно но раз и амбушюрка осталось в ухе вот если вы возьмете к пандам что первым что вторым без разницы вот будет такой эффект чтобы не сказали что я вас не предупредил но звук классный звук классный всегда можно как бы амбушюру из ухо достать легко я для этого с собой пинцет если вдруг останется вот ладно и к феникса друзья по фениксам я позже думал ну раз они такие светлые яркие тут с головой хватает как бы вы че ну на любых других амбушюрах и тем более на вот этих вот с латуневой вставкой вот очень хорошо очень звонко очень ярко протяженно но прям до ужаса и я думаю ну немножечко подсгладят вот эти вот немножечко атмосферы принесут и будет замечательно начинают слушать на этих самых на карьер браз вот и мне в общем нравится все звонко все ярко хорошо так замечательно пространство здесь наушники так строят ну тоже тоже очень очень хорошо и перехожу на карьер с алюминиевой вставкой и понимаю что несколько как-то мутноватенько становится вот как-то сглажена не так прикольно нет не так вот и я вообще такой в легком недоумении по идее я думал что здесь должны были быть те что немножко в яркую сторону убеду по подачу а сюда те что немножечко смягчат и атмосферы добавят но вышло так что я немножечко в этом своем суждении ошибся друзья и вот такие выводы появились у меня концу прослушивания видео ну и место в топ рейтинге друзья знаете я сначала хотел поставить обе эти пары обе эти модели на одно место на первое вроде бы как чтобы они вдвоем делили первое место но это не будет правильным вот если бы они одинаково влияли бы на звук наушников тогда бы да тогда бы как бы можно было бы их поставить на первое место и и успокоиться на этом но все же влияние которое они оказывают на звук разное поэтому какие-то из них лучше какие-то хуже и как видите то есть на этих самых р шестых вроде как паритет был и стиме стиме прикольные но опять таки я все-таки выберу браз потому что они светлее детальнее для меня эти критерии важней как для человека который анализирует звук но для человека которому нужна атмосфера и более такая приятная подача округлая им зайдет именно вот вот эти вот с алюминиевой вставкой и как видите еще с наушниками это дело с какими-то могло спеться с какими-то могло не спеться но знаете что я вам скажу что эти с алюминиевой вставкой что с латуневой принципе хорошо играли на пандах да пусть панды не прогреты к моменту скажем так того как я прогрею буду снимать видео про них я там тоже обязательно еще скажу на каких все таки амбушюрах я остановился на латуневых или на алюминиевых вот но и те и те играли достаточно неплохо опять-таки нужно атмосфера мне больше понравилось с алюминиевой вставкой да а ширина и детальность мне больше понравилось с латуневой вставкой вот но и жарю и те и те играли достаточно неплохо а вот с фениксами что уже стало решающим в этом моменте с фениксами с алюминиевой вставкой просто оказались хуже вот просто действительно оказались хуже сделал более чуть-чуть мутную чуть-чуть более невнятной подачу да на чуть-чуть буквально но все же сюда атмосферы они не принесли сюда они принесли вот такую вот сглаженность и легкую поволоку вот поэтому я ставлю на второе место героев нашего сегодняшнего видео на первом месте так и остаются пентакон карьер брат и друзья чё это мне тут навалено на столе да вот это кабель ксинж на котором с чисто серебряный 5n степени очистки константин мне когда-то давил алекс дозор лазером сделано надпись вот очень классно с пандами старыми вообще очень очень хорошо этот кабель себя чувствовал как и с другими как и со всеми другими этими наушниками поэтому я на нем видео про него на канале в плейлисте аудиоаксессуары где все видео на эту тему вот поэтому на нем были как раз все вот идет прослушивание и сравнение сделаны остальное это анонсы в следующем видео вы увидите а и веб-кью 162 вот такой вот интересный дебеленький аудиофильский канат а еще через неделю амбушюрки ко мне там еще пока едут едут от epz новые жидкого силикона амбушюры едут от танзу с вот эти вот их пористые амбушюры двухпланцевые новые и пока доедут я сниму вам вот свои видео впечатления а вот таком новом швистке отвечу на электроники это воду воду на у меня вот адвен мне прислал на три с половиной миллиметра выход то есть вот такие вот анонсы на ближайшее будущее и на этом моменте я буду с вами прощаться желать вам всего самого доброго самого лучшего и помните что если мы будем добрыми и мир вокруг нас будет становиться добрее до скорых встреч в наших эфирах спасибо вам друзья за все